Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Сегодняшний выпуск идет из Праги в студии Ирины Лагунина. Рядом со мной моя коллега Наталья Чурикова. И из Праги мы сегодня выходим потому, что мы будем говорить об Украине, но Украине с точки зрения Европы, с точки зрения того, что может дать сейчас Европейский Союз и почему он сейчас молчит. Но до того, как мы приступим к дискуссии, я попросила нашего корреспондента в Киеве Марка Крутого подключиться к нашей беседе. И Марк, вы сейчас находитесь на Майдане, который, как мы выяснили, сегодня отдыхает в ожидании того, что будет решено в парламенте Украины в Раде. Как Майдан настроен сейчас к Европе? Мы, откровенно говоря, я скажу, что у нас сначала на нашем сайте свобода.орг был баннер «Евро Майдан». Теперь мы употребляем слово «Майдан», потому что мне кажется, что в какой-то степени европейские ожидания тех, кто вышел на улицу Киева, на улице Киева не оправдались. Марк, так что говорят на Майдане? Здравствуйте, Ирина. Ну, Майдан сегодня отдыхает разве что, наверное, морально, можно так сказать, немножко работа-то кипит по-прежнему, и люди работают, все организовано, продолжается подвоз продуктов, покрышек, мешков. Тут, как говорится, отдых неумеет, наверное, чтобы все это продолжалось. Что касается того, как Европейдан превратился просто в Майдан, а потом еще с этими столкновениями просто превратился фактически в самую настоящую революцию. Туда такая метаморфоза была. Когда я приехал сюда неделю назад, вот в день самых жестких столкновений на улице Грушевского, когда счет раненых участников протеста и журналистов шел уже на десятки, да, тогда участники Майдана были готовы хоть черта, вы его просите, призвать на помощь, чтобы остановить это кровопролитие. На следующее утро ждали экстренного приезда Верховного представителя ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон, представителя Евросоюза по вопросу на расширение Штефана Фюли. И основной мотив разговоров на баррикадах и на Майдане был такой, ну что же они так нерешительны, почему не ведут, наконец, вот хотя бы после того, что произошло вчера, строгие санкции против Януковича, его окружение. Потом, как мы знаем, на баррикадах было кратковременное перемирие, связанное с началом переговоров. Потом, когда эти переговоры закончились, их итоги Майдана разочаровали, стычки с милицией и внутренними войсками на улице Грушевского возобновились. Эштон и Фюли еще несколько раз приезжали в Киев, но чаще всего я уже слышал слова «Мы надеемся теперь только на самих себя». Эти слова были лейтмотивом после того, как пролилась кровь и после того, как никакой интимной и отчетливой реакции от европейского руководства не последовало. В этом, кстати, большая и очевидная бросающаяся сразу разница в глаза с Майданом 2004 года, с оранжевой революцией, которую я здесь тоже застал. Тогда люди думали, вот мы побеждаем, мы победили. Потом у нас есть лидер Виктор Ющенко, и сейчас он решит все проблемы. В этот раз украинский народ, кажется, понимает, что надо работать и действовать самому, каждому по отдельности и всем вместе, не рассчитывать на политиков. Хотя, конечно, связано это и с тем, что лидеров, столь популярных, как Ющенко, сейчас нет. Ну, не будем спорить о том, насколько та популярность Виктора Ющенко была, например, результатом грамотной политтехнологической работы. Нету таких политиков на Украине сейчас. Ну, и вот к этому вопросу еще можно сказать о том, что политики это тоже понимают и принимают в расчет. Они принимают в расчет скептические настрои, митингующих на Евромайдане, на Майдане, к Европе, в связи с этой ее нерешительностью. Вот, например, в ночь на 23 января после столкновения я встретил между Крещатиками и Европейской площадью лидера всеукраинского объединения партии «Свобода» Олега Тегнебока, и у него был непростой разговор, сокруживший его толпой. Я прошу извинения, у нас прервалась связь с Марком. Наталья, когда вы работаете с вашими украинскими коллегами, вы тоже ощущаете это разочарование какое-то бездействием Европы? Я не думаю, что речь идет о разочаровании. Я думаю, здесь осторожный скептицизм украинцев проявляется в этом, потому что они понимают, что Европейский Союз в данный момент может использовать только дипломатию, может использовать санкции. Санкции, конечно, все ждут, но это тоже не весь какое оружие, и не всегда они работают тем способом, который бы хотелось. Мы видим пример Беларуси, которая 15 лет успешно живет под санкциями. И я думаю, что от Европы ждут моральные поддержки, ждут этих санкций, но вместе с тем понимают, что главная ответственность сейчас лежит на самих украинцах. Наталья, давайте мы поговорим о том, что как-то пока не очень известно. Вот Марк упомянул о том, что когда он приехал, он столкнулся с этими основными событиями. В Киеве, в ходе которых было много раненых людей, были случаи похищения раненых из больниц. Был один случай, когда человека похитили, пытали, бросили. Юрий Вербицкий. Да, и похороны превратились в манифестацию свободы этого человека и подвига этого человека. Тем не менее, люди боятся сейчас идти, обращаться в больницы. Давайте, я знаю, что вы работали над этой темой. Расскажите, что происходит, во-первых, в больницах в Киеве, а потом мы поговорим о европейской реакции на это. В Киеве на Майдане, на самом Майдане существует большая служба, медицинская служба этого Майдана. Она очень хорошо организована. Есть несколько медпунктов, куда люди могли раньше просто обращаться, если у них болела голова или у них начинался насморк. Тогда, когда начались боевые действия, то тогда развернули полевые госпиталя и полевые операционные, которые находились прямо в месте боевых действий в институте литературы. Была операционная, туда привозили людей и делали первые манипуляции, которые нужно было для того, чтобы спасти людям жизнь. Тех раненых, которые были сильно ранены, сначала отвозили в больницы, но потом начали появляться сообщения, и эти сообщения были подтверждены о том, что людей просто выкрадали из больниц, органы внутренних дел, милиционеры. Недавно совершенно это уже начало происходить в масштабах всей страны, когда Днепропетровский разогнали Майдан. Один из участников Майдана попал, очень сильно избит был, Беркутом попал в больницу, и его спас доктор, который сказал, что он в очень плохом состоянии, просто не пустил физически, не пустил туда милиционеров, что его помогло, и он сумел убежать оттуда. Тогда, когда на Майдане шли боевые действия, то врачи были просто под пулями, и очень часто они закрывали собой раненых, они попадали под эти резиновые пули, иногда и не резиновые, никто не знал, чем стреляют, потому что несколько человек на Майдане были убиты, как говорят, снайперами, потому что это были прямые попадения. Много врачей пострадало, так же, как и журналистов пострадало от того, что стреляли в глаза резиновыми пулями, и именно целились в глаза, что запрещено и внутренними правилами, и международными. Ворвались, когда шли вот эти боевые действия, ворвались Беркуты и люди, которых называют в Украине детушками, в Институт литературы, и нападали просто на врачей, и врачи пытались спасти раненых, кто мог убегать, тот убегал через задний ход. К чему я сейчас попросила Наталью рассказать эту историю, потому что вот такое странное событие сегодня тоже произошло в столице Литвы, в Вильнюсе. В одной из больниц побывала президент Литвы, Далия Грибаускайте, и встретилась с киевским активистом, который пострадал на Майдане, и который сейчас находится в больнице в Литве, в Вильнюсе. Его зовут Ростислав Мельник. Давайте послушаем заявление президента Литвы. Хотим тоже привезти наших соратников, которые были на Майдане, и тоже попробовать им помочь, как только сможем. Для нас это долг, помочь тем, кто борется за себя и за свою страну, и за право человека, и свободу слова. И я надеюсь, что все будет хорошо, и кризис решится все-таки мирным путем. Поэтому, что такая брутальная сила, которую мы видели, и, конечно, я видела вашу фотографию, вашу спину. Это, конечно, очень брутальная сила, которая была показана. Наталья, это заявление президента Литвы сегодня в больнице в Вильнюсе при встрече с украинским активистом Ростиславом Мельником. Я знаю, что украинские врачи и активисты сейчас действуют в Европе, проводят переговоры, в том числе и здесь, в Чехии, для того, чтобы европейские страны приняли у себя пострадавших в Киеве. На прошлой неделе у нас в студии была врач доктор Ольга Богомолец, которая организовывает медицинскую помощь Майдана. Это человек, который очень хорошо известен в Украине. Она является и общественным деятелем, и известной певицей, кроме всего. И она помогает сейчас, она объездила несколько европейских стран, у нее очень хорошие личные, врачебные контакты с этими людьми. И очень много ее коллег откликнулись на призыв Майдана помочь с ранеными и помочь с людьми, которые пострадали именно от этих резиновых пуль. Много людей осталось без глаз, им нужна немедленная помощь и операции. И, возможно, часть из этих операций будут происходить уже на территории Чехии, Литвы, Польши. Она говорила также о французских, английских врачах и американских врачах, которые откликнулись на этот призыв. Французские врачи, она говорила, даже готовы были приехать и работать в полевых условиях. Она говорит, вы знаете, у нас минус 15, но в принципе у нас хватает своих врачей. Нам нужна помощь стационаров, нам нужна помощь людей, которые могли бы оказать врачебную помощь именно в больницах. С Польшей была даже такая договоренность, во всяком случае, предварительная, о том, что они предоставят стационары, а украинские врачи смогут туда приехать и там работать. Так что тут сейчас идут разные переговоры на этот счет. Но в любом случае эта помощь высоко ценится на Украине. Это достаточно сложные операции предстоят, насколько я понимаю. Я думаю, что да, потому что и дорогостоящие. Я так понимаю, что речь идет о том, чтобы и часть этих, или во всяком случае, или может быть даже полностью они были покрыты за счет тех стран, которые будут принимать этих раненых. Я напомню, что вы смотрите программу «Лицом к событию». Это специальный выпуск, который сегодня идет из Праги. Веду его я, Ирина Лагунина. Сегодня мы говорим о реакции Европы на события, которые происходят в Киеве. И теперь уже вряд ли стоит говорить только Киев, стоит говорить на Украине в целом. Итак, Наталья, почему молчит Европейский Союз? Это бюрократия, это неспособность быстро принять решения. Мы видели такое же, в общем, медленное развитие событий во всех конфликтах европейских, которые были в последние, скажем так, 25 лет. Даже когда еще Европейский Союз был сообществом. Ну, я думаю, было бы несправедливо говорить о том, что Европейский Союз молчит. Он не молчал еще до подписания, неудавшегося подписания договора об ассоциации. Договариваться в Украину. Ездила миссия Кокса Квасневского, которые, по-моему, больше 20 раз они приезжали в Украину, пытаясь свести позиции сторон, пытаясь договориться с нынешней властью на Украине. Сейчас это уже превратилось, опять же, в такую шаттл дипломаси, челночную дипломатию, когда приезжают европейские представители в Украину. У них был короткий период праздников рождественских и Нового года, когда они не были в Украине, теперь они приезжают снова. Принося все время новые и новые месседжи для украинского правительства. Не знаю, насколько они становятся жестче и жестче. Во всяком случае, это то, что говорят за кулисами в Европейском Союзе, что они становятся намного жестче каждым разом. Пока что мы не видим какой-то особой реакции со стороны украинского правительства. Хотя можно говорить, что сегодняшнее голосование и вчерашнее главное голосование в парламенте частично на него все-таки влияла и европейская позиция в том, что были все-таки отозваны те драконовские законы, которые были приняты 16 января. И в конце концов ушел в отставку не столько и не столько премьер-министр страны, сколько министр внутренних дел Захарченко, которого оппозиция и Майдан считает главным ответственным за разгон Майдана. Вчера моя коллега, регулярная ведущая этой программы Елена Рыковцева, правильно заметила, что с каким же восторгом депутаты Рады аплодировали себе за отмену тех же самых законов, которые они сами приняли. Это действительно было так. До начала этой программы я говорила с моим коллегой Ефимом Фиштейном о том, как Европа реагирует на происходящее в Киеве. Давайте посмотрим записи этого интервью. Рядом со мной в студии советник президента радио «Свобода. Свободная Европа» Кеннина Клоуса Ефим Фиштейн. Ефим, вы наблюдаете за Европой. Такое ощущение, что Евросоюз сейчас вообще ничего не предпринимает в отношении Украины. По крайней мере, такое мнение существует на Майдане. Вы знаете, Ирина, я очень боюсь, что это не просто ощущение, а это наше впечатление от реальности, к сожалению. И связано это, конечно, не с тем, что ситуация на Украине проста. Она не самая простая в мире, действительно. И не часто встречаются политики с такой сложной ситуацией. Тут нечего даже доказывать. Множество факторов, при входящих, осложняет и без так сложную обстановку. Но все-таки, как мне кажется, в европейской политике отсутствует одна серьезная составляющая. И это стратегическое понимание того, что с Украиной делать. То ли ее втягивать в круг ассоциированных стран так или иначе, и потом нести за это ответственность. То ли ее, так сказать, у двери подержать слегка, подождать, как там разовется все это, а потом лишь что-то предлагать. Вот это отсутствие ясности связано с непониманием общей ситуации и проявляется в том, что, когда на Украину приезжает комиссар по расширению Штефан Фюля или министр иностранных дел Кэтри Нэштон, получается, что они ничего с собой в своем служебном багаже не везут. Им нечего предложить украинским политикам. А тем не менее, мне кажется, там есть вариант. Тут достаточно оглянуться в прошлое, вспомнить историю, и мы поймем, что единственный вариант – это не мгновенный переход власти. И, конечно, не уход бывшей обоймы от власти, потому что власть, она в воздухе не висит. Она, как говорится, падает на тротуар, а с тротуара ее подбирают чужие люди. Нужно найти форму переходного правительства, переходной власти. А такой формой является круглый стол. А это опробовано. Отчасти власть, отчасти оппозиция, которая уже привлекается к исполнению властных обязанностей. И в то же время это дает гарантии того, что никого на фонарях вешать не будут. Несколько лет назад мы видели, когда решался вопрос о предоставлении партнерства НАТО, то была в Европе группа стран, которая выступала за то, чтобы всячески развивать отношения с бывшими социалистическими республиками, ныне государствами. Мы знаем, как Польша и Чехия боролись за Грузию, например, еще в 2008 году. Сейчас эта политическая воля в Европе есть? Боюсь, что ее нет или во всяком случае не в такой мере, в какой она была тогда. Вспомните, что и восточное партнерство задумывалось прежде всего центральноевропейскими странами, хотя тогдашний министр иностранных дел Швеции Карл Бильд в этом активно участвовал, но Польша в этом участвовала еще активнее. И, в принципе, это партнерство было в Праге здесь подписано, разработано. То есть было желание действительно помочь в Восточной Европе, бывшей части Советского Союза. Почему оно было? Да потому что и странам Центральной Европы, которые являются как бы переходником, каким-то промежуточным звеном между Западом и Востоком Европы, приятнее иметь за спиной, что называется, стабильные страны, где развивается демократическое общество. И наоборот, менее приятно иметь, разумеется, страны в ситуации, я извиняюсь за слово, раздрая полного, откуда может исходить серьезная криминальная опасность. Потому что беглецы из таких стран обычно несут с собой некоторые криминальные привычки своей родины. То есть поэтому Центральная Европа пыталась не то, чтобы быть патроном Украины, Украина слишком велика, чтобы какая-нибудь Чехия могла ее патронировать, могла быть патроном и покровителем. Но пытались все-таки иметь за спиной стабильную Украину. Сейчас этого совершенно нет. И я повторяю, кажется, что существует некое отсутствие понимания. А может быть даже европейцы. Естественно, что они обременены собственным кризисом, кризисом задолженности, экономическим кризисом. А может быть даже кто-то из них, не хочу никому подсовывать, еретические мысли, и думает в душе, бог с ней, с Украиной, она слишком велика, проблем слишком много, пусть она там где-то потихоньку гниет. А мы здесь пока будем решать собственные проблемы. Боюсь, что даже не высказанно, но подсознательно такие мысли могут зародиться у кого-то в Европе. Но с другой стороны, все в Европе прекрасно понимают, что если Украина не будет в качестве основного игрока в восточном партнерстве, то вся эта программа в общем теряет смысл. Да, разумеется, разумеется. Конечно, я по большому счету думаю, что ради Украины прежде всего, во вторую очередь, может быть, Белоруссия, Кавказских республик, ради Украины. И эта мысль зародилась и превратилась в программу. Потому что это все-таки был какой-то путь. Ведь от стран не ожидают, что они в течение двух-трех лет превратятся из каких-то отстающих и развивающихся в какие-то передовые. Ожидают, что они вступят на определенный путь. Потому что путь это есть вектор развития. Украина, казалось, вступает на европейский путь. Сейчас произошло легкое замешательство. И именно когда, вы же знаете, что когда происходит остановка посреди пути, который вы начали, по которому вы интенсивно идете, то это может привести вообще к серьезному замешательству. С одной стороны, инерция действует, с другой стороны, тормозные силы какие-то. В результате страна испытывается на разрывы. Это то, что сейчас происходит с Украиной. Еще одна тема – это такой образовавшийся треугольник. Конечно, Евросоюз, с одной стороны, Россия и между ними Украина. Господин Путин заявил, что все то, что он делает, он делает ради украинского народа, а не ради нынешней власти. Но вот что привлекло внимание из брюссельской встречи Россия и ЕС, привлекло внимание заявление в конце пресс-конференции европейских официальных лиц о том, что у ЕС и у России создается такая площадка для того, чтобы обсуждать восточное партнерство на уровне экспертов и анализировать восточное партнерство. В странах новых партнерах, как, скажем, в Молдове, это заявление вызвало некоторую отропь и всяческие подозрения о том, что таким образом Россию будут включать в процесс формирования отношений между потенциальными членами, будущими членами ЕС и Европейским Союзом как таковым. Как бы вы интерпретировали вот такие заявления европейских бюрократических лиц? Опять же, потери ориентиров и некоторой беспомощности. Потому что, говоря о путинских выступлениях, нужно признать, что его риторика не бессмысленна, она достаточно рациональна, хотя мы не знаем, насколько серьезно или несерьезно относится сам Путин к выдвигаемым им идеям. Но, в принципе, тут ничего против этого сказать нельзя. И в тех моментах, когда он заявил о том, что Россия будет продолжать помогать Украине, кредитовать ее, независимо от того, какое правительство там будет, это рационально, потому что это как бы протянутая рука, это предложение серьезного взвешенного подхода. Но другое дело, что сама схема предложенная, она не работает. Путин сказал, что с вашей стороны будет евроинтеграция, с нашей евроазиатская интеграция. И вот на этой грани мы и будем сотрудничать. Но ведь проблема в том, что Украина член евроазиатской, евразийской интеграции или нет. В этом же смысл вопроса. Если Украина это Евразия в новом этом блоке, то тогда, естественно, она не может быть в то же время ассоциированным членом Европейского Союза и двигаться по вектору, в сторону вектора европейской интеграции. Это невозможно. Иначе мы просто в полное смешение происходит в этом нашем европейском доме. И непонятно, где кончается Евросоюз и начинается Евразия. Так что здесь надо все-таки чуча. А может быть, это сейчас я говорю в порядке предложения свободного, стреляя, что называется, дживотовером. Может быть, стоило бы и Путину, и Евросоюзу дать какой-то тайм-аут. Сказать, что давайте вместе позаботимся только о том, что мы можем сделать в этой стране. А именно не допустить кровопролития, посадить стороны к круглому столу, попытаться успокоить обстановку, не дать стране распасться сейчас. А дальше мы будем вместе думать пригодно для украинского населения. И оно главное будет решать, какой путь все-таки украинское население собирается выбрать. А не предопределять, что работать мы будем, сотрудничать мы будем на грани Евросоюза и Евразии. А вот Украина, получается, вроде бы уже выбрала свой путь. Этого допустить невозможно. И Путин не случайно, он человек не самый глупый, его советники не самые глупые, он не случайно этот как бы двухчленный вариант предлагает, потому что в нем оказывается Украина уже в Евразии. Чего Европа, мне кажется, не должна принять. Ну вот мы опять вернулись к тому, не должна, но примет ли? Пока то, с чего мы начали это обсуждение, там, конечно, отразилось все плачевное состояние нынешней европейской политической мысли, просто потому что Европа расширяется пока, не зная до каких пределов, не зная, что еще можно включить и чего уже включить нельзя в Евросоюз. Поэтому отсюда все эти, как бы, недоразумения, почему Грузия еще на пути в Европу, а Армения, скажем, уже на пути в Евразию, которая находится вроде бы в тех же географических широтах. Здесь же невозможно найти какую-то логику в этом. Вы совершенно правы, Европа расширяется сейчас, хотя не путем включения в члены, но путем включения в ассоциированные члены. Она расширяется без какой-либо стратегии. За этим расширением не стоит видение окончательной цели, к сожалению. Вот, кстати, очень часто говорят о том, что такое, как бы, Украина без Европы, да? А что такое Европа без Украины? Украина, в принципе, европейская страна. Европейская страна, честно говоря, по своей истории и Россия. Но Россия, как бы, считается, что ей не место в Европе просто по той причине, что она настолько больше, что она перевешивает все остальное. Но Украина не так. Эта страна в Европе крупная, большая страна, там чуть больше Польши, она сравнима с Францией, с Германией, уж точно сравнима с Испанией. И в то же время эта страна с определенным европейским вектором всегда. Там есть, вы знаете, эту историю, там есть тяготение к западу культурное, есть и экономическое. То есть, ее, как бы, загнать в Евразию, честно говоря, и сложно, и неумно, потому что гораздо лучше там пестовать в ней эти ее европейские составляющие. Так что Европа без Украины окажется, как бы, на одной ноге. Если она хочет продолжать свое влияние, она не может допустить того, чтобы на западной границе Украины, то есть на границе с Польшей, Словакией, Румынией, оказалась страна другого исторического типа, идущая в другую сторону. Тогда возникнет, естественно, возникнет напряжение внутреннее между двумя блоками, которое, повторяю, ведет обычно к испытанию на разрыв. Раз страны идут в разных направлениях, между ними возникает напряженность. Напомню, это был мой коллега Ефим Фиштейн. В эфире программа «Лицом к событию». Сегодняшний выпуск идет из Праги. У микрофона Ирина Лагунина мы говорим о Украине и Европе, о том, почему молчит Европейский Союз. Рядом со мной в студии моя коллега из украинской редакции «Радио Свобода» Наталья Чурикова. Наталья Фима заметила, что ради Украины и создавалась программа «Восточного партнерства». Вы вот так ощущаете? Я думаю, что это совершенно правильно, потому что страны, которые были больше всего заинтересованы в том, чтобы иметь надежных партнеров и надежных соседей со своей южной и восточной стороны, это были Польша и Швеция, которые вспомнили, может быть, свои какие-то исторические связи с этим регионом, они и были главным мотором этого восточного партнерства. К сожалению, сейчас, как говорит один из европейских аналитиков, Европейский Союз разделился между странами разочарованными и теми, которым было это все безразлично с самого начала. Разочарованными оказались именно те страны, которые приложили наибольшие усилия к тому, чтобы привлечь Украину к этому европейскому партнерству, дать Украине шанс на европейский вектор развития, на европейские реформы, потому что именно так это воспринимают сейчас и в Киеве, что это был шанс реформ. Собственно, именно из-за этого и восстали тогда люди, пришли на Майдан и назвали его тогда в первые дни. Это был все-таки Евромайдан, потому что именно этого шанса реформ они были лишены, на которые они очень сильно надеялись. А вторая половина Европы, это были люди, которым до Украины нет дела. Это Южная Европа, Италия, Испания, Португалия, страны, которые никогда исторически не были особо связаны с Украиной, они мало знают этот регион. Они имеют очень сильные и тесные связи с Россией, и для них эти связи гораздо важнее, чем Украина. Спасибо, Наталья. Я еще раз сейчас обращусь в Киев к нашему корреспонденту Марку Крутову. Вот сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев напомнил украинцам, что в результате того, что Россия пообещала в свое время Украине 15 миллиардов долларов кредита и снижение цены на газ, кредитный рейтинг Украины пошел вверх, что было достаточно положительным развитием. Мне кажется, правда, что он опять пошел вниз. Причем так спикировал вниз. Марк, с другой стороны, сейчас Наталья упомянула о том, что Евромайдан вышел и сформировался как Евромайдан именно из-за того, что люди считали, что был упущен шанс на реформы. Вот этот экономический торг, который происходит сейчас, он каким-то образом отражается на Майдане? Или экономика, вопросы будущего экономического развития вообще не являются предметом даже внутренних разговоров и обсуждений на площади? Ирина, нет, конечно, является, экономику обсуждают на площади активно, ну, чуть более дилетантским образом, наверное, на самом Майдане и чуть более серьезно, скажем так, в каких-то, может быть, кафе и барах около Майдана, где в основном собираются представители среднего класса. Но я бы хотел сказать коротко об Азарове и Медведеве. Все знают, наверное, наши слушатели, что после отставки Азарова, и здесь эта новость была воспринята с хохотом, с иронией, и с такой злой немножко иронией, что Азаров первым делом уведомил о своей отставке Медведева. Вот это буквально просто взбесило по-хорошему Майдан, звучали крики, ну, езжай, давай, к свою калугу, Азаров родом из этого российского города, к своему Медведеву. Ну, что касается экономических вопросов, то, в общем-то, пока Россия давит на Европу через газ, через цены на газ, тут, на Майдане, в Киеве не очень верят в действенность каких-то других экономических рычагов. Рычагов обсуждают, обсуждают люди, представители среднего класса, обсуждают, конечно, тот факт, в какой степени украинский бизнес, украинские олигархи могут переориентироваться с российского рынка на европейский. Ну, в первую очередь, имеется в виду Дмитрий Фиртыш, Петр Порошенко, Ренат Ахметов даже, Виктор Пинчук. Ходят постоянные слухи об их встречах, ну, действительно, мы знаем, что они встречаются, и встречаются, причем, без Виктора Януковича, но вот сколько этих встреч было, и какие на них решения принимаются, все это все остается слухами. Вот на фоне этих слухов о том, что крупный бизнес вот-вот окончательно отвернется от Януковича, люди рассуждают, насколько перспективен для украинской промышленности и бизнеса европейский рынок. Ну, и тут нет единого мнения, в том числе и потому, наверное, что играет свою роль пропаганда, мол, пропаганда российская, в том числе, мол, в Европе украинские товары не нужны, идите лучше в таможенный союз. Но тот факт, что экономически Украина уже очень тесно связана с Европой, это очевидно, и очевидно, в том числе и дилетантскому взгляду, это видно буквально на прилавках магазинов, здесь даже в Киеве, не на Западной Украине, а в Центральной, гораздо больше товаров из европейских стран, я говорю даже не о Прибалтике, а странах Центральной Европы, чем российских. Вот как-то так выглядит ситуация. Ну, еще раз повторюсь, эта тема, конечно, не самая. Главное, после того, как здесь прораз кровь об экономике, сейчас, вот только-только сейчас начали больше говорить, когда немножко улеглись вот эти страсти на баррикадах. Ну, одного мнения нету. Мнения о том, что Украина будет с экономической точки зрения лучше в таможенном союзе, в евразийской какой-то, в евразийской интеграции, чем в Европе, нет, конечно, здесь хотят идти в Европу, но хотят сделать это сами. Никто не верит уже, что кто-то возьмет и приведет Украину за ручку туда, как вот это хотелось сделать в свое время Виктор Ющенко. Все понимают, что это должно произойти как-нибудь естественным путем, что Украина должна прийти туда сама, наступая на грабли, ушибаясь, возможно, этот путь будет непростым, но сама. Спасибо, Марк. Это был наш корреспондент в Киеве Марк Крутов. Ну, Марк, я только могу заметить, что то, что в Украине на прилавках нет российских товаров, в общем, наверное, не удивляет, потому что здесь вот недавно в Европе и в Америке попытались устроить такую кампанию бойкота Олимпийских игр в Сочи через бойкот российских товаров, но это совершенно не получилось, потому что не нашли российских товаров, которые можно было бы не покупать. Их просто нет. Тем не менее, у нас сейчас есть готов материал из репортаж нашего корреспондента Никиты Татарского из Киева. Давайте посмотрим, что сегодня происходит на Майдане. Происходило, вернее, днем. Кадры, которые сейчас видны нашим видеозрителям на сайте свобода.org, я опишу для наших радиослушателей на коротких волнах и на интернете. Кадры футбольного матча, по-моему, он был назван чемпионатом мира, мира в другом значении, который сегодня проходил на Майдане. В общем, люди немножко расслабились, ожидая решения Верховной Рады. Люди немножко начали рисовать, заниматься спортом, рисовать карикатуру. Был даже конкурс карикатур, приводить в порядок Майдан. И, в общем, наверное, впервые сегодня такое окончательное немножко ощущение затишья. Опять-таки, ощущение, а не как таковое затишья в эти минуты, по крайней мере, происходит. Люди, наверное, старались. Обычная жизнь Майдана, то, что они очень-то не занимались все это время, в течение последних двух месяцев. Наталья, давайте мы продолжим экономическую тему. Вот это заявление, что кредит, который пообещала Россия Украине, кредит, который якобы поднял ее, ну, не якобы, действительно поднял ее рейтинг, и сейчас этот рейтинг упал. И слова Марка о том, что действительно непонятно, смогут ли украинские, ну, назовем их олигархи, переориентироваться с одного на другое. Насколько, насколько, ну, как бы, за этим стоит спекуляция, насколько это действительно реальная проблема? Ну, давайте начнем с первого вопроса, о том, насколько этот кредит поможет Украине в нынешней ситуации. Да, он, возможно, сможет немного поддержать бюджет, в котором огромные дыры. Он, возможно, поможет до следующего года выдержать напряжение по выплате внешних займов. Но кредит выдан на год, и, соответственно, через год заканчиваются полномочия президентские президента Януковича, и неизвестно, каким образом этот кредит будет действовать дальше. Даже тогда, когда шло голосование в парламенте вчера, и когда решался вопрос о отставке премьер-министра Николая Азарова, в Москве звучало сомнение о том, что кредит будет выплачиваться таким же образом, каким это было раньше, что вызвало комментарии в Киеве о том, что, очевидно, какие-то договоренности были непосредственно с Азаровым. То есть сам этот кредит настолько непрозрачный, что предположить, что будет дальше, невозможно. Именно этим, я думаю, и объясняется реакция рынка, который сначала немножко подрос, когда появились сообщения о кредите, а когда стала разъясняться ситуация о том, что дальше неизвестность остается и напряженность она. Несмотря на то, что сегодня ситуация немного спокойнее, она все равно остается, рынки отреагировали соответствующим образом, глядя на более долгосрочную перспективу. И по поводу олигархов. Посмотрите, самый, как бы сказать, преследуемый России олигарх Петр Порошенко, оказывается, вместе с тем, одним из самых активных участников оппозиции. Он был на баррикадах, он был лично тогда, когда шли первые стычки с Беркутом, пытался, буквально, растаскивал людей в разные стороны. То есть есть люди, которые боятся, есть люди, которые не боятся. Возможно, конфеты можно продать не только в России, но и на европейских рынках. Ему это гораздо легче, чем продавать стальные трубы или что-то другое, где это действительно более сложный рынок. Но я эти конфетки и в Чехии нашла. Да, поэтому я и говорю, что на европейском рынке конфеты как раз легче продать, чем тем более качество. Здесь в Европе, во всяком случае, не вызывает ни у кого сомнения. чем металлические трубы. Но, во всяком случае, я думаю, что это не единственные вещи, которые они сейчас взвешивают. И это еще и их связь с европейскими странами. Дома, недвижимость, место жительства. Многие из них имеют чуть ли не двойное гражданство. Во всяком случае, об этом шла речь. И просочились эти данные в прессу, что многие семьи имеют уже гражданство европейских стран. Поэтому для них это был бы довольно серьезный удар, если бы Украина оказалась закрыта от Европы действиями президента Януковича или союзом с, таможенным союзом с Россией. Ни одна страна в Европе не стоит в ситуации, когда она должна выбирать между торговлей с одними соседями или торговлей с другими соседями. Поэтому это совершенно ненормальная ситуация, она должна решаться. Да, но есть ощущение на Украине, что хорошо, Россия дает кредит. Дает она его, на самом деле не дает, но по крайней мере 15 миллиардов обещано. Вроде как 3 миллиарда куда-то как-то пришли. Европа не дает ничего. Европа говорит, развивайтесь, проводите реформы, выбирайте. А в бюджете дырать? Ну, не совсем так. Европа вместе с Международным валютным фондом предлагали Украине займы, предлагали очень хорошие низкие проценты. Вместо этого Украина выбрала более высокие проценты без реформ. В этом главная проблема. В том, что высокие проценты сегодня, необходимость выплаты этого завтра, чем будет Украина покрывать эти проценты. То есть, продавать стратегические предприятия или чем расплачиваться до сих пор, этого никто не объяснил. Наталья, если бы, вот вы сейчас, ставите представление, вы сейчас были бы на Майдане, и вот вы посмотрели на Европу оттуда, а не обратными глазами из Европы туда. Чего бы вы ожидали увидеть? От Европы? От Европы. Какую реакцию на... Да, вот что для вас, для политического журналиста, для замечательного экономического журналиста, было бы действительно важным получить? Я думаю, что важно было бы получить определенность, о которой говорил здесь Ефим Фиштейн, и солидарность со стороны Европейского Союза, и серьезные предложения реформ. Они в Европейском Союзе тоже понимают, что для Украины сложная ситуация в том смысле, что придется очень сильно менять экономику, и это была проблемой и для стран, которые были в гораздо более лучшем экономическом отношении, чем Украина сегодня, те страны, которые уже стали членами Европейского Союза. Поэтому тут нужен серьезный разговор, серьезная программа, о которой можно было бы говорить публично, о которой можно было бы обсуждать и говорить о том, что вот есть план, который мы вам предлагаем, возьмите его. Но здесь, естественно, не может быть разговор без России, который ставит ультиматум, что Украина не может подписывать никакие договора с Европейским Союзом, если она хочет сотрудничать с Россией. Это совершенно неприемлемая ситуация для Украины. Если говорить о развитии конфликта в стране, если он действительно будет развиваться. Также есть история поведения Европейского Союза. Он не приходит на помощь в случае, если начинается вооруженный конфликт в той или иной силе. Мы не видели Европейский Союз в свое время в Боснии, в Хорватии. В течение трех лет. Да, или видели, но там было замечательно, называли европейских миротворцев в Сладу Ледом. Сладу Лед — это мороженое, с кимо, потому что у них была белая форма. Ну вот так он и вошел в историю. Есть представление о том, что дойди действительно до конфликта на Украине, в общем, в худшем случае никто не поможет. То есть, нет, в лучшем случае никто не поможет, в худшем случае вмешается Россия. Европейский Союз вряд ли. Я думаю, что понимание этого есть, и оно прекрасно, потому что все понимают, что Европейскому Союзу некого послать в Украину. И, собственно говоря, в любой ситуации украинцы рассчитывают только на свои силы. В отношениях с Россией, я думаю, даже в этом случае все бы решалось бы все равно в Украине. Все равно Европейский Союз бы не вмешался в этот конфликт. И Соединенные Штаты боятся, что в этой ситуации тоже бы не вмешались. Давайте мы еще раз подсоединим нашего корреспондента в Киеве Марка Крутова. Марк Ефим Фиштейн сказал довольно любопытную вещь, что Европа могла бы распространить сейчас на Украину и попытаться помочь Украине, применив вот тот опыт который сложился в свое время в Польше. Опыт круглого стола. Это, ну, как бы, внепарламентский круглый стол, но это способ привлечь оппозицию уже к непосредственной работе в правительственных структурах, в структурах исполнительной власти без обязательств, что кто-то из оппозиции займет пост премьера или вице-премьера, или того или сего министра. Вот такое представление о круглом столе такого формата сейчас по настроениям на Майдане ну, возможно, было бы? Ирина, вы знаете, об этом, конечно, здесь никто сейчас не говорит, потому что сейчас корень проблемы, людям здесь видится в другом. Основная, большая, главная, единственная, можно сказать, проблема это президент Виктор Янукович. Но круглый стол, ну, действительно, одно дело бескомпромиссное настроение митингующих на словах, другое дело реальные реакции на какие-то подвижки. Вот мы сейчас это наблюдаем. На словах все требуют отстатки Януковича. На деле немножко все расслабились, выдохнули, что называется, поняли, что хоть чего-то они могут добиться. Поэтому не исключаю, что идея круглого стола будет кем-то из участников Майдана воспринято позитивно, ну, по крайней мере, той его частью, которая представляет средний класс. А это, в общем-то, не малая часть, поскольку на Брикадах можно встретить рядом и электрика из Днепропетровска, и банковского менеджера из Киева. Но есть, как я уже сказал, главная проблема. Это президент Янукович. И это в том числе проблема для отношений с Европой, в первую очередь, потому что Янукович является легитимно избранным президентом. И вот даже один из оппозиционных лидеров, о которых вы говорите, глава с партии «Свободы» Олег Тегнебок, когда он общается с митингующими, он так и вынужден говорить, что мы не можем, мы не можем, когда мы встречаемся с теми же Кэтрином Эштоном или Штефаном Циули или европейскими послами или представителями Государственного департамента США или другими американскими и европейскими представителями, мы не можем говорить им, что мы не считаем Януковича легитимным президентом, потому что он действительно легитимный президент. И мы должны вести с ним переговоры, должны сжать ему руку. А вот людям на баррикадах у них мнение совершенно другое, что надо стоять до победы, то есть до отставки главы государства и ловушка вот именно в этой формальной легитимности президента. Пока в европейских институциях вот этот фактор превалирует, общего языка, конечно, Европе и Украине. Здесь, на Майдане, не найти, потому что здесь, на Майдане, легитимность Януковича полностью закончилась. Именно с этим связаны захваты учреждений. Люди строят свою параллельную реальность, параллельные властные структуры, создают национальную гвардию, создают народные рады в городах. После появления первых погибших, после того, как власть, силовики, Беркут, внутренние войска применили силу и эта сила повлекала с собой жертвы, после этого, после этой точки невозврата никакой легитимности у Януковича не может быть, а как следствие и не может быть никакого круглого стола с участием самого Януковича или кого-то из его окружения. Но, опять же говорю, это настроишь, называется, на словах, что будет через какое-то время, если ситуация останется более-менее спокойной. Спасибо, Марк Крутов. Наталья, как вам идея круглого стола? Я думаю, что есть большая разница между тем, что было в Польше в 1989 году и тем, что сейчас происходит на Украине, потому что тогда оппозиция не была парламентская. Тогда оппозицию представляли люди, которые получили уже огромный моральный авторитет в обществе и за ними стояла практически огромная часть страны. Украинская оппозиция такого авторитета не имеет. И, кроме того, польские представители солидарности, с которыми я говорила, они не понимают, почему эта идея возникает в принципе, потому что они говорят, что оппозиция в парламенте, пусть оппозиция в парламенте и договаривается с властью, потому что круглый стол заменял собой парламент. Круглый стол, собственно, его и идея была в том, чтобы дать возможность провести свободные выборы, чтобы те люди, которые были вне парламентской оппозиции, попали в парламент. Украинская оппозиция уже в парламенте, там она должна договариваться. Проблема в том, что украинская оппозиция не имеет такого большого морального авторитета, и не иметь такой большой поддержки в обществе. Поэтому для Украины был бы, конечно, самым лучшим вариантом, если бы президент Янукович просто отказался от своих полномочий и уже предлагает разные варианты, чтобы только он ушел, чтобы он ушел с деньгами, чтобы он ушел со всем своим Межигорием и со всем остальным, просто чтобы освободил возможность для развития страны. Что такое Межигорие? Межигорие — это его поместье, которое он построил недалеко от Киева. Сейчас говорят, он строит еще одно. То есть вот в те деньги российские, которые сейчас могли прийти, частичная часть из них могла оказаться и в этом Межигорие, потому что бюджет Украины разделяет совершенно непрозрачным способом. Поэтому очень много людей и журналистов, которые расследовали эти все его личные имения, говорят о том, что иначе, как из бюджета, денег взять неоткуда. Тем не менее, если бы Европейский Союз выступил в какой-то степени, в какой-то роли модератора, вы сказали, что самое лучшее было бы, если бы Янукович ушел. А дальше что? Дальше что? Дальше были бы новые выборы, новые выборы президента, парламента. И сейчас, я думаю, что эта мысль уже владела умами не только оппозиции, но и более широкого гражданского общества о том, что просто необходима конституционная реформа и упразднение президентской республики, превращение Украины в парламентскую, президентскую, а еще лучше, просто в парламентскую, где бы президент имел только полномочия представлять страну, но не управлять ею. Вы считаете, что Европейский Союз может прийти со своими структурами, со своим опытом, со своими знаниями, в случае, если будут все-таки такие чрезвычайные выборы? Он сможет обеспечить хотя бы прозрачность, хотя бы нормальный избирательный процесс, хотя бы отсутствие подтасовок, которые наверняка будут особенно в ситуации такой сумятицы, как сейчас происходит в стране. Я понимаю, что в Европе сейчас огромная усталость от Украины, особенно после ноября, когда не был подписан договор об ассоциации, но вместе с тем, я думаю, что должно быть и понимание того, что это действительно большая и важная страна, и нельзя допустить хаоса в ней. Поэтому рано или поздно придется собраться. То, что есть такие интеллектуальные и технические возможности, у меня нет сомнений. Есть ли политическая воля для этого? Это огромный вопрос. Спасибо, Наталья. Рядом со мной в студии была Наталья Чурикова. Я напоминаю, что сегодняшняя программа «Лицом к событию» шла из Праги. Мы говорили о том, почему молчит Европейский Союз. Наталья считает, что он все-таки не молчит. Полностью вела программу Ирина Лагунина. Над этим выпуском работали продюсеры Наталья Аркадьева, Илья Бобченецкий и Валентин Барышников. Спасибо. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова